Рад всех приветствовать на канале с микрофоном по жизни. Наконец-то я добрался до этой темы. Хранение микрофонов. На самом деле, в русскоязычном ютубе не так много роликов об этой, отнюдь не очевидной, но тем не менее очень важной теме. Это хранение микрофона. Сегодня мой помощник это Presonus Revelator. Вот вы видите, что я снял с его стандартной станины и поместил. В принципе, он это позволяет делать на обычную вот эту стойку. Но, тем не менее, кстати, о его достоинствах и недостатках мы с вами поговорим. Я просто поставил свой любимый пресет, и вот так вот он звучит. Вы видите, что вот здесь вот осталось еще вот такое-то отверстие, которое закрывается заглушечкой для того, чтобы оно не бросалось в глаза. Да, но есть один недостаток, как у всех Presonus, наверное. Ну да, к нему мы еще вернемся попозже. Для того, чтобы не пропустить этот ролик о Presonus, вам нужно всего лишь, чтобы колокольчик был нажат. Но если вы не подписаны, то прямо сейчас заодно. И, кстати, лайк поставьте. Хорошая возможность. Итак, начинаем говорить про хранение микрофонов. И многие, знаете, эту тему как-то так пренебрегают. Этой темы не касаются, ну, что это значит хранение. Особенно если вы живете в средней полосе Евразии, то у вас есть отопление, то ваш главный враг – это ваша собственная лень, может быть. Ну, вообще, какие враги есть у микрофона? Это, очевидно, пыль. Поэтому многие после того, как используют микрофон, просто пыльником его накрывают и оставляют там, где он и есть. Да, там где-то стоит, там, 2-3 микрофона, если у вас, уже у вас появляется такая возможность, как хранить микрофон, например, в чехольчике. Ну, что случится с этой динамикой, вот, 57-м. Вот, чехольчик положил. Это, кстати, не его стандартный, это какой-то вообще другой. Но неважно. Все нормально, и он где-то в шкафу себе лежит. Второй враг – это влажность. Мы поговорим о нем чуть-чуть попозже. Но есть еще и третий скрытый враг, особенно для некоторых микрофонов. Это сила притяжения. И вот тут давайте начнем, в каком положении мы храним микрофоны. По большому счету, для динамики, для кондеров это неважно. Да, вот, может быть, я ошибаюсь, может быть, у вас есть другая точка зрения насчет кондеров. Как вы их храните, да, то есть лежа или стоя. У меня есть, ну, такая привычка, я просто храню их вот так вот стоя, именно кондеры. У меня они все стоят в шкафу вот так почему-то. То есть я хочу, чтобы его мембрана всегда была в том положении, в котором он работает, вертикально. Но, как я смотрю большие ролики о шкафах микрофонных на больших студиях, там люди не парятся, они хранят их горизонтально. Каждый в своей коробочке лежит микрофон и нормально себя чувствует. Да, ну и, в принципе, хранить микрофоны можно в тех условиях, которых предлагает нам производитель. Вот тут боя тысячная, да, но ее сейчас здесь нету, потому что боя у меня лежит вот в этом специально приготовленном для боя. Здесь и ТАК-45, и Роуден Т1А в таких у меня похожих кейсах лежали. Но до этого доберемся. Вернемся все-таки к положению. Есть один тип микрофонов, и вы уже догадались, это динамические ленточные, у которых вот именно есть фактор хранения в вертикальном положении, он очень важен. Потому что ленточка, если мы будем горизонтально микрофон хранить, она поддается силе притяжения и провисает. Нет, нам этого не нужно. Поэтому компания Bash Audio, например, для своих микрофонов Biv, предлагает вручную сделанные крутые кейсы для хранения. То есть вы использовали микрофон, сняли его, положили вертикально, и в шкафу у вас он лежит. А дальше уже только соблюдаем там параметры влажности и прочее-прочее. То есть если у вас микрофон кондер, если у вас микрофон динамический, катушечный, вы в меньшей степени будете париться. Но есть все-таки люди, которые считают, что кондер тоже нужно хранить по-особенному. Если вы один из этих людей, напишите. Теперь мы переходим плавно очень к... Ну, давайте через пыль пройдем. Все понимают, что пыль от пыли нужно защищать микрофон. Это понятно. Единственное, что я вот для себя решил, что когда я отпустил человека и, например, сам попел в микрофон, я не сразу надеваю пыльник, а пыльник у меня это какая-нибудь прозрачный целлофановый пакетик с дырочками для того, чтобы там была циркуляция воздуха внутри. И я не сразу надеваю для того, чтобы микрофон немножко проветрился, чтобы влажность от него ушла. А спустя какое-то время надел, и если я понимаю, что этот микрофон у меня будет дальше использоваться, завтра, послезавтра он стоит у себя на стойке, то окей. Поэтому пыльники есть, например, пыльники, которые в аудиотехнике, в радах я видел, то есть которые просто бумажные, то есть те, которые уже дышат. Но опять-таки к микрофону нужно все время приток воздуха, если микрофон находится в хорошей, комфортной среде обитания. Для того, чтобы узнавать комфортную среду обитания, я себе купил вот такие вот часики, в которых есть возможность проверки влажности воздуха. Есть такой психрометр встроенный, если хотите. И тут мы плавно переходим к влажности. Этой темы мы, в принципе, не касаемся в обычной жизни, если мы живем в обычном доме, где есть отопление, либо у нас частный дом, и мы включаем себе отопление, в какое нам угодно время, и у нас нет влажности такой. То есть это тема, которая абсолютно нас не колышет. Все, нормально, у нас микрофоны всегда будут в той естественной среде. Но проведя год, ваш покорный услуга уже год находится во влажном морском климате, и перезимовав, я вдруг ощутил, и я это воочию увидел, что на многих предметах, обычных, вполне обычных предметах, у меня началась ржавчина. Как вот здесь, вам покажу еще вблизи, так и вот на битах, да, вдруг полезла ржавчина. Ну а то, как ржавеют здесь машины, это вообще отдельная песня. Я понимаю, что, да, процент влажности у нас большой, и поэтому я купил себе эти часики, чтобы отслеживать. И вот даже сейчас мы с вами сидим, здесь 62% влажности. В принципе, это еще такое комфортное, да, там до 70. И, в принципе, у нас вот по зиме до 70, если не идет дождь, да, то есть у нас примерно от 60 до 70, там бывает 55, если я сейчас все открою, будет хорошая тяга, будет светить солнышко, ну где-то 50-55. Это гораздо больше, чем в наших обычных там среднеевропейских квартирах, да, то есть среднеевразийских на средней полосе. И от этого происходит один очень неприятный момент, который упирается в точку росы. Я специально открыл таблицу точки росы, да, то есть у нас окисляется и вообще выпадает осадок на платках, на схемах гораздо быстрее. И однажды, обнаружив, вот сейчас я вам покажу ролик, во всем остальном, в принципе, комплекты-комплекты. Ну только шнурок есть у бои. Ну не бог вести, какой шнурок, но шнурок. То есть подключил... У меня просто на ровном месте стал выключаться микрофон. И еще я заметил, когда я его подключил, только у него был такой шум. Поэтому вот если у вас вы подключаете микрофон, и у вас... Вот такие вот шумы, которые, в принципе, нелинейные, то есть они... То значит, что пора брать натурально фен и микрофон не прямо в мембранку, а хорошенько отходить, там, три минутки продуть его феном, высушить микрофон, либо там некоторые кладут на батарею. Я обнаружил это... Я понял, что, да, контакты замыкаются. Понятно, что вода — это хороший проводник тока. И причем соленая вода — самый лучший проводник тока. Поправьте, если я не прав. А вот дистиллированная, по-моему, самая вода... Тока непроницаемая вода. Условно. Но вода проводит ток. Я понял, что у меня были в комнате, а это, где мы с вами находимся, комната нежилая. И здесь нет постоянного отопления. Начнем с того, что во всех апартаментах наших нет постоянного отопления. То есть ты топишь ту комнату, в которой ты находишься, условно обогреваешь. И зимой перепады температуры, в принципе, внутри помещения, я имею в виду, могли скакать там от плюс 15 до легко, там плюс 6, плюс 5, плюс 9 в зимний период. То есть день и ночь. То есть днем вышло солнышко, здесь 200 солнечных дней в году, прогрело все, а ночью влажность большая, и ночью, естественно, температура упала. И вы понимаете, что вот она точка расы. И смотрите, если температура вот сейчас плюс 20 здесь, а она опустится до, например, там 10, ну, в принципе, зимой такое может быть, то при влажности 60% выпадет реально роса на микрофоне. То есть все металлические поверхности покроются. Я имею в виду, что это температура днем и ночью, но вообще точка расы, да, это та температура, температура поверхности, при которой выпадет на этой поверхности водичка. То есть достаньте банку сейчас из холодильника, вы увидите, что такое точка расы. И поэтому для того, чтобы с этим бороться, тут уже приходится, как говорится, изгаляться. Помимо обычного хранения, нам помогает что? Изолируем микрофон. И вот вы видите, как так 45 прямо сейчас вот хранится. Кстати, металл – это вещь холодная. Не зря мы ударили глаз, быстренько взяли ложку. И здесь вот два пакетика силикогеля, которые помогают. Кстати, силикогель, он должен быть высушен, поэтому силикогель тоже рекомендуется сушить. То есть его, я видел, что даже в микроволновках сушат, но я просто под солнышко. Чувствую, что он намок. Достаю микрофон, его накрыл тряпочкой под солнце, оба прогрелись, опять запихнул. Таким образом, я спасаю микрофоны от чрезмерной влаги. Еще один способ. Я вот прикупил себе в обычном хозяйственном магазине, кстати, итальянская коробочка. Прямо по размеру к микрофонам подходит. Так, 45, вот он великолепно сюда ложится. И то же самое, изолируем микрофон от внешних. Тоже здесь, видите, два пакетика силикогеля. Для того, чтобы вот этот перепад температуры не влиял на микрофон. Для того, чтобы контакты не замыкались внутри микрофона. Для того, чтобы как можно дольше прожила мембранка. Для того, чтобы она не окислялась. Потому что, ну, как бы не зря у нас контакты все делаются из таких металлов, которые не окисляются. Но, тем не менее, какие-то капельки воды, выпавший конденсат, он наносит вред микрофону. И мало ли, что там замкнет внутри микрофона. Но надо сказать, что на динамике, на 57-м, я это влияние влаги не ощущал. Поэтому, возможно, что электреты, но в меньшей степени, ну, вот динамические катушечные микрофоны к влажности относятся более-менее. Ну, естественно, мы знаем, что этот микрофон и на сцене испытывает огромное влияние влаги. И эти микрофоны, кстати, используются очень часто и во время каких-то таких зимних выступлений. Я очень часто вижу, что люди, у которых прям пар изо рта, они наваливают в микрофон. И 57-й при окружающей температуре воздуха, там, в минус 15, в минус 10. Если день города какого-нибудь, где-нибудь у нас проводятся в январе, а не как обычно, да, летом или в сентябре, а то микрофон испытывает нагрузки, но, тем не менее, не выходит из строя. Конденсаторные микрофоны — это более вещь такая деликатная, поэтому храните свои микрофоны правильно. Если вы чувствуете, что что-то происходит, лучше микрофон подсушить и высушить. И наверняка, вот у меня ещё был такой интересный опыт. Я когда-то хотел свою студию домашнюю вынести из дома, мне предложили цокольный этаж внутри ДК. И я когда спустился, я понял, что там идут трубы отопления, и там просто была такая влажная баня, тёплая. Я понял, что нет, здесь техника нормально себя чувствовать не может. То есть в нашем обычном климате, да, в наших квартирах, где отопление работает, там, когда среднесуточная температура минус, по-моему, плюс 5 опускается, да, включается отопление там в конце октября, в начале ноября, вот этот сезон отопительный проходит, то нам нужен всегда увлажнитель. А здесь вот после того, как мы провели уже год и перезимовали, мы пришли к такому выводу, что нам нужен осушитель воздуха. Это реальная вещь, которая работает, поэтому мы сейчас вот стоим на пороге приобретения осушителя для того, чтобы таких проблем не возникало. Сохнет лучше бельё, чувствуешь себя комфортнее, хотя, в принципе, даже вот в этом, вот сейчас мы с вами говорим, да, 63 уже градуса, именно так при комфортной, да, температура у меня сейчас вот 25, отлично себя чувствуешь, влагой дышишь, всё хорошо, но техника к влаге не очень-то стабильна, не очень приучена, поэтому я буду с удовольствием читать ваши комментарии, расскажите о своём опыте, где вы, как вы, как вы справляетесь, как ваши микрофоны живут, да, как вы храните конденсаторные микрофоны, вертикальные или горизонтальные, верите ли вы в это, ну и, наконец, как вам звук этого парня, потому что сейчас я писал и оставлю, как есть, с компрессией, с гейтом, слышите, что абсолютно нет ничего, нет никакого шума, работает гейт, немножечко эквалайзер, конечно же, здесь есть, то есть микрофон за свои деньги положительный, но о нём будем чуть-чуть позже говорить, спасибо за внимание, надеюсь, мои советы были вам полезны, храните микрофоны, правильное хранение увеличит их срок службы, а значит, сохранит ваш кошелёк, увидимся, услышимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok